Ну ладно, первая пистолетка смог две флешки у Санджи, дикой у Марселиуса, две флешки плюс дефюскиты у Акиза. Полетели смотреть, всем приятного просмотра. Да, не забывайте про наших друзей из Parimatch, что они предоставляют вам 100% бонус к первому депозиту. Ссылка находится в описании под нашей трансляцией, переходите, пользуйтесь, знакомьтесь с условиями акций и бонусов. Ну что, ВП занимает уже мидл, Марселиус принимает окно, принимает его пассивно, вынужден был отойти. Адрен неплохая позиция в окне, Санджи уже не находит минус по Деннису, есть первое попадание, точный хедшот, 5-4 ситуация. Адрен остается контролировать Андер, на данный момент здесь есть кого контролить, здесь у нас Грасс и сейчас он должен будет вырубать Санджи, но по Адрену информации у него нет и Адрен не промахивается. 4-3, плюс уже бустер накалил Акиза под Б базой, но бомба еще не стоит. Но здесь собирают до последнего Virtus.pro информацию, есть инфа по бенчу на базе Б, а вот дальше инфы нету. По идее должна быть инфа, что где-то в районе точки А1 закрался, так скажем, оппонент, это Труф. И Труф находит минус по бустеру неприятного, правда у Труфа 1 хп остается, 30 секунд, и там Шарта, Шарта по Джейму стреляет, Марселес минус Адрен. А где помощь-то, где же помощь-то? Помощи очень долго не было, но здесь кикер, хорошая попытка, но нет. Как-то очень странно все сейчас проходило для команды Virtus.pro, Джейм пытался установить бомбу, причем ставилась бомба под Шарт, Шарта по нему настреливали. Где-то два игрока хелпующих непонятно где были, один из жангла выходил очень долго. То есть такая суматоха произошла в действиях команды Virtus.pro, и за это, собственно, первый раунд они и проиграли. Слушай, очень странно на самом деле, все сделали грамотно, все сделали круто, большинство для ВП. Очень долго заходили под плент, очень долго ставили бомбу, и по итогу ничего не получилось из первого пистолетного раунда. Окей, такое бывает, такое случается. Сейчас у ВП нет ничего по экономике. Тут Акис поджал топ-миддл, забрал уже двух игроков, нацелился на третьего, это минус Джейм, в это время теннис минус кикер, но игра без особых проблем с Бизоном справляется с Адреном, который в прыжке выпрыгивал боя парты. 2-0, Апокс впереди, сейчас будет полноценный бай со стороны Virtus.pro. Не будет пока Авика, либо он появится без армора. Нет, Авика не появляется для Джейма, и ребята из коллектива Virtus.pro закупают 5 АК 47-х, и эти 5 АК 47-х нужны здесь сейчас в действии, нужен первый раунд. Но посмотрим, сразу Джейм летит на ноги, занимает топ-миддл, падает смок у нас получается в окно и на старт. Ну и попытка быстро пикнуть игрока пробегающего на ладера. Здесь с Бизоном пошла Аркада, два игрока пушат бэтом, Санджес первым справился, вторым нет. Калаш заберет труп сейчас, 4-4, но посмотрим, что будет далее, пока непонятно. Деннис в упоре с МПХ и продолжает играть, и, откровенно говоря, это очень опасная позиция сейчас для выходящего игрока с АК 47-м. Плюс зазонили ковры еще с маками, поэтому здесь полный разгул для игрока обороны. Ну, два игрока с Ямы готовы выходить, Деннис бесшумно спускается с лестницы на стерсах, точнее на тетрисе уже Адрен. Адрен есть минус по Деннису, неплохо, по фаербоксу есть информация. Не справляется пока со стрельбой Кикер. Полетел Молик за фаербокс, там на головах уже приходит Марселиус, который ставит голову по бустеру. Неплохо, 3 в 3 ситуация, 58 секунд. А здесь Джейм это не ждали. Джейм может пропустить в коннектор, и информации нету. Он должен был слышать уходящего через андерпасс оппонента. Но это сплит-б. Сплит-б вырисовывается от команды Virtus.pro. Но как же сейчас андерптруф может просто все испортить команде ВП? Да, он сейчас может здесь наломать делов. На самом-то деле нужно чекать. Должны понимать, что в андере может быть игрок на этих таймингах. Но вот... Но вот первого... Ой, он двоих закрывает. Одним спреем. Минус Кикерт. Минус Адрен. Джейм последний. И у Джейма, понятное дело, будут проблемы в этой ситуации. А где у нас пачка упала? Пачка далеко. У нас пала как раз-таки, да. Ее контролирует номер 2. Самый Трус. Но и... 10 секунд, понятное дело, что Джейм уже никуда не пойдет. Неплохой раунд. Ой, еще и убивают Джейма. Да. Еще и минус Девайс. Акис перестреливает. 3-0. Вот проблема вся в том была, что Джейм... Да, этого Труфа не убил, когда он дропался с Зиги под коннектор. Я так полагаю, что в принципе Джейм... Он так или иначе успевал реагировать, но... Давал возможность Труфу занять коннектор, чтобы выйти в спину, убить его и дать еще одну информацию по точке А. Либо же не хотел рисковать и выдавать заранее свою позицию. И он не совсем понял, ушел ли на коннектор его оппонент или на андерпасс. И эта путаница вновь сыграла против команды Virtus.pro. Ну, как было на самом деле, знает только Али Джами. Ну, поехали. Ладно. 3-0. Старт действительно провальный от команды VP. Апексы начинают душить. И от Труфа первый минус по бустеру. Неплохое начало от Адре на размен. В окно погибает Акез. И 4 в 4. Есть армора, есть пистолеты. С этим реально можно бороться. Нужно пробовать, да. Проблема только в том, что не всегда Virtus.pro реализует большинство. Даже вот по этим 3 раундам это можно было увидеть. И не всегда то, что они задумали с самого начала. У них по итогу получается. Санжи отличная голова по Грасу, который контролировал все это дело. Скара под Б базой. Марселиус пока мажет Савика. Дает информацию, что под Б уже прошли. Игроки Virtus.pro. Санжи. Браво. Второй. Голова шот. Он вешает игроку с АВП. Деннис, кстати говоря, теперь уже берет снайперский девайс. Трус пропускает у нас игрока, который выпрыгивал из-за Фореста. А у кикерта хорошая позиция. Кикерт в спине. Можно сейчас тоже наломать здесь делов. Но его контролят. Его контролят. Он только лишь попадает. Несмертельно. 7 хп остается у Труса. Ну и первый раунд. Первый раунд для Virtus.pro. Вот так вот под Б базу зашли. Санжи индивидуально хорошо отыграл. Хорошие головы поставил. И это первый в атаке. Да, ну вот, да, казалось бы, на оружейном все проще это реализовать. Но как мы с вами видим, фактор такой вот напряженности и фактор какого-то, я не знаю, правильно назвать, inspiration, вдохновления или чего-то еще, позволил Virtus.pro именно начать с пистолетами, оказывать должное сопротивление команде Apex. Но, как я считаю, все-таки важнейшим минусом в этом раунде был от Адрена, когда он Акиза закрыл на окне и, по сути, лишил центра команды Apex. Где уже и пошла дальнейшая неразбериха. Ну, смотрим. Ладно, здесь по-прежнему закупка. Это закупка на последние деньги от команды Apex, но закупка максимально качественная. Марселио сыграет с ВП плюс комплект дефюз китов. Три кальта плюс АК-47 для Труфа. Ну и поджим коллегиальный на центр карты от команды Apex. Адрена взрывает уже Труфа в начале этого раунда. Неплохо по Акизу, правда, пока что информации нет. И прекрасно понимает ВП, что здесь нужно максимально аккуратно играть. Вылетает. Куда же ты влетаешь? Бустер. Хорошая флешка на Сандр выходит. И не перестреливает Санджи. Санджи важнейший минус должен был давать. И в итоге теперь центр отдает команду Virtus.pro. Марселио закрывает еще Адрена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот минус был максимально нужным для команды ВП от Андерпасса. Но, к сожалению, не получилось. Два в четыре. И преимущество абсолютно все на стороне Apex. И численное, и по девайсам, и по гранатам. Но экономика там благо присутствует у трех игроков. В принципе, ВП проиграв этот могут еще что-то и наладить. Но и в этом есть еще шансы. Два в четыре тяжело, да. Но есть Акиз, у которого 16 хп. Есть попытка, допустим, зайти вдвоем на точку А и распетлять оппонента. Ну, вот такой шанс подарил сейчас Марселиос. Марселиос погибает от Джейма. Хорошая вылазка с АВП. Но под коврами еще Деннис живет. Но если бы Кейкер сейчас справился, было бы уже проще. Но нет. Один в три для Джейма. Но, к сожалению, здесь уже по нему вся необходимая инфа имеется. Да, закрывают его. 4-1. Пока все у Apex получается. Кто-то в чате спрашивает у нас, что за турнир. Турнир называется Home Sweet Home. Турнир проходит поэтапно. Каждая неделя. И одна неделя. Один победитель. Если точно, даже два. Каждая неделя разыгрывается по 40 тысяч долларов. Эта неделя под номером 3. Всего таких недель 8. Первую, вторую неделю выиграли команда B.I.G. Забрали они 30 тысяч долларов на одной неделе. И 30 тысяч долларов на второй. Второе место зарабатывает 10 тысяч долларов. И, соответственно, каждую неделю разыгрывается 40 тысяч. Ну и вот планируется разыграть 320 тысяч за 8 недель. И пока остается вопрос открытым. Кто у нас заберет 30 тысяч на этой неделе. Но я вам напоминаю про наших друзей с Parimatch. Что вы можете получить стопроцентный бонус к первому депозиту. Ссылка находится в описании под нашей трансляцией. Большой баннер, по которому вы точно не промахнетесь. Шестой раунд. После паузы будем смотреть на Virtus.pro. Так, ну что, поехали. Закупка, как и говорилось ранее, от команды Virtus.pro. Три АК-47 снайперская винтовка. Тег 9 для. Кикер там. Медленный скаутинг у нас под А коврами. Ямой. Два игрока под стартом. Один лиркует. Б дом. Это Санжар. Промах от Марселлиуса. Есть инфа по топ-боксу. И тогда же откидывается сразу молотом. Под себя смог. Угроза на некоторое время ликвидирована. Есть проблема в том, что Марселлиус мог и не отпускать мидл. Но боязнь того, что с андерпаса мог прийти игрок, это была действительно огромная опасность. Ну вот первая минус от Санжи. Промутился он все-таки через коннектор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, бустер. Ну как же так? Ну Санжа спасает. Ну ненадолго, потому что включается Акис на дефолте. По нему сейчас инфа есть. Но туда же перетягивается быстро Марселлиус с АВП. Джейм контролит выход на КТ, я так понимаю, потому что он читает эту стяжку. Но будет ли пикать? Да, как же прочитано. Хорошо, но по Акису также есть инфа. А Санжи есть минус по Акису. Санжи в этом раунде уже дает три минуса. И по Грасу есть вся необходимая инфа. Можно смело уйти втроем под точку А, либо же там, не знаю, как закрыться. Так, подождите. Грас 1 в 2 дает минус по Санжи. Бомба уходит на Терреспу. И через ковры, судя по всему, Джейм будет играть дальше. Ну что, Джейм? Нужно забирать. Ни в коем случае здесь нельзя отдавать эту ситуацию. Если отдадут это, но это, пиши, пропало. Видели мы на Мираже, как ВП могут отдавать свои раунды. Я надеюсь, что это не тот самый раунд, когда ВП его отдадут. Грас смещается с коннектора, просматривает. Плэнд. Пока ждет. Джейм Авик. Джейм не должен промахиваться. Влетит Хаешка. Джейм сместился. Грас. Да, все-таки отваливается от Джейма. Точный выстрел снайпера коллектива Virtus.pro. Приводит команду к победе в раунде под номером 6. И по итогу 2-4. Джейм, кстати, был без армора в предыдущем раунде. Сейчас по понятным причинам он его докупит. А у команды Apex нет денег. И это форсированная закупка. Да, потому что там 1500-1400 у некоторых игроков. И для Virtus.pro это отличная возможность сравнять счет в этом матче. Потому что, проиграв этот раунд, у Apex не будет денег еще так же. И на следующем маке просто вылетает Алексей Голубев. Первый минус есть по дефолту. Но здесь еще Труф со своим деглом ставит первую голову, вторую голову. Но Бустер дает 3 минуса. А точнее, прошлое предпочтение, 2 минуса. Но 4 по итогам этого раунда. Денег нет. Это экономический для Apex потенциальный выход на 4-4. Да, нужно ВП выходить на 4-й раунд. Так и у них на мираже не все всегда хорошо. Вот против Спраут они сегодня не играли. И там были реальные проблемы на атаке. Не могли долго они прийти в себя. Спраут начали набирать огромное количество раундов за защиту. И ВП там просто-напросто на этом мираже потерялись. А если сейчас наберут хорошее количество раундов в атаке, думаю, за защиту должны закрывать. По крайней мере, на 4-й нужно точно выходить. Там только лишь Юспы и две флешки в наличии у команды Apex, у команды защиты. Санжи начинают проходить. И вот эти флешки, которые были закуплены, все-таки приносят свои плоды. Но по итогу только один минус. По Санжи... Нет. Все-таки еще Деннис находит Адрена. Перестреливает капитана команды Virtus.pro. Деннис еще и находит у нас АК-47. Если унести его в атаке, он будет вообще замечательно. Если минус найти, но нет. Бустер не дает этого сделать. Где-то 4-й, 4-й и VP сравнялись. Ну, опять же, да. Два девайса потеряли Virtus.pro. Apex максимально... Ну, окей, не максимально, но хорошо провели экономический раунд. Теперь закупка вновь. Промежуточный итог после 8-ми раундов 4-й, 4-й. Ну, и здесь по деньгам все хорошо. Virtus.pro. В случае неудачи в этом будет денежка на следующий раунд. Ну, а пока что оставляют два опорника на точке А. Команда Apex, 2B и один underpass. Вот это, кстати, интересно. Опа! Прочекали. Санджар. Первый минус по Грассу. И теперь команда Virtus.pro понимает, что в районе центрального коридора возможно брешь. И этой брешью попытается воспользоваться игрок под номером 7. Бустер. Есть минус от Джейма. Еще на андре погибает Акиас. Размена от Руфа. Пытается еще в топ-мид нашить, но пока что безуспешно. 1-1-1. Ну, вот так вот по точкам расставились игроки команды Apex после двух минусов от команды VP. Но 4 в 3 надо давить максимально уверенно. Так оно и есть. От Санджи еще один минус. Санджи третий фраг в этом раунде. Ну и у команды Apex проблемы. Санджи минус 4. Вот вам и Санджи. Вот вам 12-7 статистика Санджара по итогам первых 9 раундов. Да, вот этот скромный парень. Невероятно приятен в жизни. Пару раз мы с ним пересекались на каких-то... На всевозможных... Тусовках, назовем их так, по КСу. И не только. Очень скромный. Очень классный в общении. Не всегда у него все получается, к сожалению, у Санджара. Иногда чатик на него чрезмерно флеймит. Но не нужно этого делать. Все стараются, все пытаются. Да, не всегда получается. Но VP впервые вышли вперед в этом противостоянии. На этой карте De Mirage. Поджимать начинают у нас здесь игроки Apex. И проблемы у Virtus.pro. Не ожидали они этой агрессии. А деглы делают свое дело. Уже две головы отлетело. У Адрена и у Бустера. И остается только Санджа, Джейм и Кикерт. В то время как 4 игрока у Apex все еще на ногах. Да, но обратим внимание на то, что на точке боя у Apex вообще никого нет. То есть это реально попытка угадать направление атаки соперника. И будем откровенны. По итогам первых 50 секунд у них это получилось с лихвой. Но Virtus.pro думали, что раз уж так агрессивно разыграют, отойдут и отойдут, наверное, обратно все-таки под B. Как-то более широко сыграет Apex. Но Apex играет максимально примитивно. Что зачастую является довольно трудно читаемой схемой защиты. Но посмотрим. Два игрока в окне. И это тоже нестандартное решение. Но мы-то с вами видим, что будет делать команда Virtus.pro. Но есть одно но в лице товарища Труфа, который играет сейчас на коврах. Он может все это дело быстро искоренить, если к нему пойдут. Но к нему вроде как не идут. И втроем уже на точке B команда Apex. ВП неплохо пока что по Майндгеймсу. Но Труф может все это дело разыграть в пользу своей команды, если будет играть до Талова. Он понимает, что это заход по точку A. Максимально здесь халдит на коврах. И будет выходить только после моллика. А Джейма минус по КТ. Но в коврах, по идее, должны ждать еще одного игрока. Коллектив Virtus.pro откикер. Важнейший фраг. И Деннис отвечает тем же. 2 в 2 ситуация. Дефьюз китов нет. Нужно максимально растягивать сейчас Virtus.pro время. И максимально оттягивать тот момент, пока не произойдет взрыв. Деннис делает еще один минус. Ну и вот он Санжар. Санжи. Ситуация 1 в 2. Нужно тащить здесь и сейчас. Откидывается моллик. Ему под ноги. Открывается по первому. Испрей сразу же нет. Но времени уже не хватит. Нужно просто-напросто уходить и сейвить авик, который выбили до этого. Хороший раунд от Апекс. Были только лишь диглы. Но эти диглы они реализовали в том, что забрали пятерых игроков у команды атаки. Плюс забрали еще себе и АВП в конце этого раунда. Браво. Молодцы ВП. Молодец. Санжи тоже важнейший минус дал. Дефьюз еще на боме. Но если были бы киты, были бы проблемы. Да, там буквально несколько ХП осталось у последнего игрока Апекс. Но какая разница, если на раунд выиграли Virtus.pro. 6-4. 10 раундов позади. Довольно стремительно. Летит у нас Мираж. Ну и будем надеяться, что у ВП не закончились идеи реализации своих раундов. Пока что здесь два игрока на машине. Вот это... Ой-ой-ой. Как же здесь Джейм мог уже лишить численного паритета команду Апекс. Но выстрел в молоко. Марселиус. В ладер-руме пытается найти игрока на топ-миде. Никого здесь пока что не видит. Дурону еще там никого и нету. Пошла стяжка с телека под топ-мид. 2-2-1. Такой вот сплит вырисовывается. 2 топ-мид, 1 андер и 2 игрока Яма плюс ковры. Выход под точку А планирует команда Virtus.pro реализовать в этом раунде. По гранатам все присутствует. 3 опорника на Б. И как же Апекс здесь не угадывает. Но Труф находит важный минус по бустеру. Преимущество на одного у защиты имеется. И пошла стяжка от Авика на КТ. Санжи на контроле коннектора. Здесь Дэнни с Авиком. Второй Авика у Марселиуса. Марселиус основной. Снайпер коллектива Апекс. Показывал нам хорошую игру на Инферно. Только против коллектива Авос. Предыдущая игра у нас была на этом же канале. Там Апекс оказались посильнее. Именно поэтому сейчас против Virtus.pro они и играют. Но вот кто побеждает, тот проходит дальше. Кто проигрывает, к сожалению, покидает. Эту неделю Home Sweet Home. Очень важный момент сейчас был от Адрена. У нас пока только по хп просели. Кикерт у нас минус Трус. И 4 в 4 ситуация. Нужно ставить. Так вот, важнейший момент был именно от Адрена. О нем я поговорю чуть позже. Санжи выпрыгивает просто на голову Акизу. И дает нереальнейший фраг. Два минуса от Санжиара в этом раунде. Так вот, Адрен пострелял по базе Бен. На Форесте игрок находился у команды Апекс. Он якобы показал, что мы готовы выходить контактом Б и сплитящимся с игроком Зигзага. Но нет, это была просто вот приманка такая, что, мол, типа парни, мы на вас выходим. Стягивают Авика с КТН на точку Б. Тем самым делая брешь в обороне команды Апекс. Очень-очень сложный структурный и такой майндгеймс раунд от команды ВП, который им удалось реализовать, будем честны. Ну и здесь должны закрывать еще один. Хотя, о-о-о, Сдеглата Труф подразмял команду Виртус Пром. Два в три. Быстрый выход на ноги от Санжара Кулиева под точку Б, где пока никого нет. Но Дэнни Сэдман уже выходит за плент. И он слышит на форесте одного из своих оппонентов Дэннис. Важный минус дает. Один в три Санжар. Один в два уже находит минус по Марселиусу. Закидывает Молик за дефолт. И есть, есть информация по Дэннису Эдману. Дэннис Эдман тоже погибает. Один в один остается против Труф, который нашел два минуса на старте этого раунда с Деглан. Ну что же, Санжар, времени очень много. Главное здесь правильно расставить приоритеты. Понимание, что игрок на кухне, оно имеется. Но непонятно, откуда он выйдет. Сидон вышел с неприятной позицией в неприятный таймер для Санжара. НТ. Как же обидно. Очень обидно на самом-то деле. Санжи был в одном килле от того, чтобы стать суперкрутым. Да, он и так-то отыгрывает очень классно. 17 фрагов уже у него на этой карте. Да, Мираж. 17 на 9 он идет. Но если бы еще и клач затащил, был бы просто класс. Ну, на истрай в чат, конечно же, можно написать Санжару. Деньги УВП пока еще есть. Надежда на первую половину все еще теплится. Можно забирать. Мы восьмой. И атака, в принципе-то, уже, можно сказать, справилась со своей задачей. И так уже семерочка тоже неплохо. Но вот момент только в том, назаберут ли. Есть опорники под базой Бен. Здесь два опорника Джейм. Прогонят, скорее всего. Закидали все, что только можно. И молики на него потратили. И хаешки на него потратили. Очень много гранат. В начальной стадии этого раунда отдают Апакс. А Трус, кстати говоря, уже поджимает. Поджимает позицию шарта. И уже прочекал. И дает информацию своей команде, что, ну, скорее всего, ребята, готовьтесь. Я тут уже очень далеко прошел. Под ТВ. Сейчас узнает, что под Т еще никого нет. Сейчас раскидка полетит. Как бы сейчас в дистайминг не попасть коллективу Virtus.pro. И просто-напросто может в спины забрать. Да, Трус дает огромное количество информации своей команде. Но и смещение сейчас пойдет уже с базы Б. Ах, не прочекают его. Ой, не прочекают. Ой, не прочекают его. Флешка классная была. Трус забирает все-таки кикерта. Марселес на приемке работает по Джейму. Акис не промахивается по Адрену. Ситуация 2 в 5. Тут еще и Марселес поймал Санджи. Ну и бустер последний. Сложно тут будет как-то действовать. Шестой для Апекс. Так. Ни одного минуса, к сожалению, Virtus.pro не нашли в этом раунде. Но есть надежда, что в этом раунде получше. У парней из ВП сложится ситуация. Там денег на самом деле не у всех много. Можно приобрести кастерные пистолеты. Да, что и делает команда ВП+. Один калаш для Алексея Голубева, он же Кикерт. Ну и посмотрим, как этот калаша будет играть в дружине Virtus.pro. И сразу же в поджим на мид. Адрен. Под пидом. Пока что его просто сгоняет Молотовым. А труп уже занял тот мид. И у Virtus.pro сложилось уже определенное понимание, как играет защита у команды Апекс. То есть на поджимах здесь надо быть максимально аккуратными. Но здесь труп в очередной раз находит 2 минуса, 3 минуса. И последний остается Алиджами. Ну, тяжеловато, да, здесь Джеймой будет что-то придумать. Да, даже не одного минуса. За 2 раунда 0 киллов от команды ВП. Но вот в следующем раунде это очень важно сделать. И более того, важно забрать раунд. Потому что это последний раунд первой половины. И выиграть атаку, конечно, бы хотелось. Да, и так неплохо. В принципе, семерка. В принципе, неплохо. Да, но ВП могли закрывать намного больше. Там был счет у нас, что, 7-4 получается. ВП вообще могли выходить на десятку. Да, не получилось в каких-то раундах. Мы где-то немного недоконтролили. Контроля карты не было. Например, в одном из предыдущих 2 раунда назад, когда заходил там в спину. Трус, он еще и перестреливает с Анжи. Ты посмотри, 20 на 8. Вот мы с Анжи отмечаем. А Трус также невероятно хорошо отыгрывает на этом мираже у команды Apex. И уже проблемы. Уже проблемы. С самого начала раунда не прошло и 30 секунд, а уже у Virtus.pro 2 потери. Бустер, Джейм и Кикерт остаются втроем. Джейм. Ай, жаль, не залетел. Там у нас спрей по игроку с никому Акис. Ситуация 2 в 4. Трус коцанный. Денниса немного покоцали. И в Акиса попали. Кикерт залетает по Деннису на Акис на размине. Ну и тут понятное дело, что Трус будет перекрывать. Вообще мог резать бустера. Но этого делать он не стал. 21 на 8. Трус. 17-12. Санжи. Ну вот Санжи немножечко выключился в последних раундах. А до этого мы его постоянно видели, что кого-то перестреливает. Хороший стрик по раундам в атаке был у ВП. Но потом 4 раунда к ряду отдали, к сожалению. Первая половина за командой Apex. Да, не хватило немножко Virtus.pro где-то внимательность. Где-то сосредоточенность на конкретных позициях. Но в итоге-то первую половину провели они неплохо. Да, могло быть лучше. Был задел. Но, к сожалению, так и проиграли первую половину. Сколько раундов подряд они вели? 7-4. И да, 4 раунда подряд они отдали команде Apex. Ну ладно. Вторая половина расставит все на свои места. Или иначе говоря, расставим точки над И. Кто же победит на карте Де Мираж и уйдет на Де Инферно со счетом 1-0. Напомню, что коллектив Apex выбрал себе свои карты Мираж. Что мы сейчас с вами и видим на экранах. А команда Virtus.pro будет выступать на своей карте на Инферно. Но вот на Инферно в предыдущем матче Apex обыграли команду Avis. Довольно уверенно. Но Virtus.pro это все-таки, опять же, напомним, гораздо выше рангом команды, нежели те самые Avis. Вторая пистолетка. Вторая пистолетка также курьезно была проиграна от команды VP. Первая пистолетка. Надеемся, что на второй будет несколько проще. От бустера первый минус. На катволке видит еще двух игроков. Ой-ой-ой, как же здесь покоронил бустер вместе с Джеймом трех игроков атаки. Но размен чуть менее чем равный. 3-2. Ну и здесь Санджар дает информацию о том, что в окно запрыгивают игроки атаки. Ой-ой-ой, не пошло у Санджи. От Труфа минус, от Граса минус. Последней остается снайпер команды Virtus.pro. Джейм. Есть Юспи, есть Первый Армор. Что ж такое-то? А так хорошо начинают VP. И предыдущую пистолетку, и эту пистолетку. Но просто-напросто не могут ее закончить. Не могут поставить ту самую точку и забрать тот самый раунд. Джейм, да, есть еще шансы. Ситуация 1 в 2. Но понятное дело, что когда они перестреляли на меду, игроков заходящих шансов было побольше. Потом просто-напросто посыпались. У Санджи не зашло немного. В окне перестрелка была проиграна, к сожалению. Сейчас под базу А будут вываливаться два оставшихся игрока атаки. И Джейм вынужден отыгрывать тот самый клатч. Ситуацию 1 в 2. Знает, прекрасно понимает, что это уже база. И идет через коннектор. Есть у нас игрок один под КТ. Один работает непосредственно с самого плента. С нычки с Сикрет. Джейм пытается все проверить. Проверяет между. Проверяет Тетрис. Замечает одного. Заходит по стрельбе у него по Грасу. И ситуация 1 в 1. Делает фейк. Пытается сместить на себя внимание Труса. Но Трус не смещается. И сейчас еще и может в дистаменту Джейм попадет. Все, замечает его. И Трус не промахивается. 9-7. И ребята из коллектива Апекс забивают вторую пистолетку. А я хотел бы сказать, что коэффициенты от наших друзей пари матч на это противостояние на данный момент следующие. Результат матча в общем Virtus.pro 1.30. Апекс 3.30. Бдитель на первой карте Virtus.pro 1.5. Апекс 2.48. Коэффициенты меняются в лайве. Поэтому можете сами прекрасно заходить и смотреть коэффы на сайте parimatch.ru. И также не забывайте про бонус 100% к первому депозиту. Ссылочка находится в описании. А у нас раунд под номером 17. Санжи минус Марселиус. Да, но здесь на самом деле размен моментальный есть от Граса по бустеру. Неплохо пока что для Апексов. Всегда ситуация, когда идет в размен 1 в 1. Всегда для атаки это, конечно же, плюс за счет того, что они могут количеством просто в 2 раза, так скажем, превосходить своего оппонента, заходя на точку, что дает определенный карт-бланч. Но мы с вами видим, что бомба перетягивается под телевизор. Есть информация о том, что как минимум 1 опорник с деглом на базе B. Это Санжи, который нашел первый минус по Марселиусу в этом раунде. И была информация еще по зигзагу. И попытается сейчас Адрен взять себе этот замечательный девайс с повышенным армором пенетрейшеном. И у него получается найти один минус, но у Санжи есть еще информация, что как минимум один игрок довольно битый. Ой-ой-ой, Санжи, Санжи! Еще один патрон по труфу бы залетел, и был бы еще один фраг. Но здесь приходит Али Джами и дает фраг. Ну что же, 1 в 2 для Грасса. Или же это команда Virtus.pro? Нет, пока что Грасс тащит первого оппонента. Но еще остался и Кикерт. А Кикерт на самом деле с кухни вторым здесь не читался. Фойкует Грасс. Дает тем самым тайминговое окно для Кикерта занять позицию за бэксайтом. И по-моему, это, кстати, Кикерт увидел. Но это не мешает Грассу поставить точку и поставить бомбу. 11, точнее 10-7, прошу прощения. И выход, по сути, на 11, потому что там денег нет у ВП. Это клатч. Это клатч. Ситуация 2 в 1. И без особых проблем Грасс справился и с первым, и со вторым. Не получилось. Да, такое бывает. На данный момент. Показываю детальную статистику нам. Наши обсерверы. Денег у Virtus.pro нет. Сейчас матч на паузе. И это у нас не тайм-аут. Это у нас что-то... Технического плана. Сейчас проверим, есть ли какая-то информация. Нет, там все хорошо. При том, что Апекс. У Апекса были какие-то проблемы технического плана. Но уже анпауза. И сейчас будем смотреть. За продолжением этого матча. 24 на 9. Уже. У Эрика. Так его зовут. Статистика. Да. Думаю, это не он. Немножечко. Выглядит иначе. Ну что, 18-й раунд. Что там у ВП? В ВП взяли Хаешку. Флешку. И Дигл. Для Санджи. И попытаются сейчас этот раунд... Ну, какие-то дивиденды в этом раунде для себя. А, ну, посмотри, кстати говоря. Они угадывают. Они угадывают, что это будет Б-база. Укрепление под Б. Здесь уже находятся 5 игроков. Флешка классная была. Устро остался неудел. Марселиос. Минус. Кикер пока единственный, кто сделал минус со стороны защиты. Остается кикер. И он не стал проблемой для игроков атаки. 11-7. Да, но вот теперь преимущество начинает походить на не очень-то и приличное со стороны команды Апекс. Виртуз Прон нужно поднажать. Есть снайперская винтовка. 4 кольта. И, по сути, первая полноценная оружейка двух команд на второй половине. Посмотрим по расстановке, что два игрока номер 8 и 7. Это Санджи плюс Бустер идут под базу Б. И обрати внимание, как снова команда Апекс стремительно летит под Б дом, пытаясь быстрый раунд реализовать. Да, у них есть два Бизона. И этим обусловлена вот эта попытка снова выйти быстро на точку Б. И посмотрим, насколько она действительно будет удачная. Санджи кладет под себя смог, чтобы пожить немного на Форесте. Первый минус от Бустера имеется. Марселлиус дропается на Сигу. Ох, второго тоже можно было забрать, но не получилось. Атаки за второй минус Бизона при заходе на базу Б неплохо сыграны. Это 3 в 3. Адрен Джейм и Кикерт против Труфа Деннис и Акиза. Установленная бомба. Хаешка в дефолт прилетает. Да, немного. Урона залетела, но залетает все равно неприятно. Смог на мейн Кичина. И вот теперь как же Виртус Про выходить из этой ситуации? Комплекта Дефьюз Китов нет. Возможно, есть у Бустера или у Санджи. Но этого мы пока что не узнаем и команды Виртус Про. Что будет делать? Неужто примет решение уходить на сейв девайсов сейчас? Кикерт откидывает флешку за дефолт. Его сразу же игрок с Форестом начинает тушить. Да, дорогие друзья, это 12-7. ВП уходит на сейв трех девайсов. Джейм ловит Акиза, но там останется два АК-47 за сейвит их. Команда Апекс. Но там, в принципе, с экономикой-то все неплохо. Поэтому у Апекс сейчас все замечательно. А вот Виртус Про вынуждена сейвить, потому что экономику нужно налаживать. Но нужно раунд забирать. Потому что ни одного раунда пока еще при смене сторон они не взяли. Первая половина закончилась со счетом 8-7 в пользу Апекс. Из пистолетки, как начали Апекс, так и не отдают. Очень уверенно берут раунды в атаке. У ВП в защите пока не клеится. Нужны опенкилы от Джейма с Авиком, чтобы он отработал. И уже большинство нужно реализовывать. Готовится у нас раскидка под базу А. Но бомба у нас, как мы видим, скорее всего пойдет под Б. Получится ли этой раскидкой стянуть сейчас часть сил Виртус Про, мы с вами узнаем, если вообще это будет некий фейк под А и выход под Б. Но пока что команда Виртус Про проиграла 8 раундов подряд. Напомним, что они вели со счетом 7-12. Интересно, кстати, здесь буст был и молотов за фаербокс. Интересная командная работа от команды Апекс. Ну и это фейк. Это фейк, выход на абсолютно незащищенный плент от команды Виртус Про. А там только один опорник с фармилкой. Это Санжар Кулиев. И у Санжара огромные неприятности будут сейчас от команды Апекс. Бомба будет установлена. 4 в 4. Да, минус по Акизу нашли. Но идти в ретейк здесь крайне опасно. Да, есть 3 комплекта дефюс китов. И здесь второй номер еще и Адрена может подстричь. Да, все. Он просто может держать Адрена на перетяжке. Не давать ему выйти, выдерживая численный перевес для своей команды. Ну а бустер из-под зигзага попытается пикнуть Грассу. Но у Грасса очень хороший угол обстрела. И он его отдает. Но Труф минус по Адрену. Есть минус Аденниза по бустеру. И это снова выход на сейф от Джейма и Кикерта. 13-7. 9 раундов подряд. Вот тебе и карта Демираж. Когда я смотрел статистику перед этим матчем, я говорил о том, что... Да, у ВП всего лишь 17% выигранных карт за 3 месяца. Но я сказал еще и о том, что ВП проиграли Ликвидом, Фейзам, G2, коллективу B.I.G. То есть здесь такие серьезные, серьезные коллективы из тир-1 сцены. А у кого выиграли ребята из Апекс? Кова, Саламандр, Ризан, The Dice. Ну это все наши подмосковные команды. Да, Помпа, Смэш. Ну то есть команды совершенно другого уровня. Поэтому казалось, что у ВП здесь есть все шансы для того, чтобы Апекс обыграть. Но пока мы не видим ни одного раунда в защите, к сожалению. Вроде как должно было быть, не то чтобы попроще, но в защите держать опорные точки, делать киллы. Что там у Санжи? 19, к сожалению. Только 19. Вот он был основным таким керри на первой половине. Это второй показатель на карте. Да, но он убивал. Просто вспомни, что на первой половине, к концу первой половины, у него было 17. А сейчас прошло уже 5 раундов, у него 19. Леш, но он же опорник на Б. То есть опорники никогда не дают большое количество фрагов в защите. Да, я понимаю. То есть если кого-то и можно выделить было по киллам, то это Санжи. А сейчас уже все потерялись у ВП, к сожалению, на данный момент. Мы пока выделить не можем абсолютно никого. Бустер. Лобби принимает. Есть минус по Деннису. Джейм также отыгрывает Акис на размяне по бустеру. Санжи на приемке. Джейм не пропускает еще одного игрока. Там еще Авик остался у нас. Санжи замечает его. Вот они. Вот они опорники под базой. Джейм и Санжи работают. Акис огрызается. Остается последним. Но тут восьмой. Должны забирать ВП. Нельзя никак тут отдавать ситуацию. Один в три. Нужно будет закрывать. Есть информация. Ну и Джейм не промахивается. Трипл килл для него. И восьмой. И первый в атаке для ВП. Да. Спустя 9 раундов команда Virtus.pro нашла, как остановить команду Апекс. Но обратите внимание, насколько огромное сбережение у этой команды. То есть там было 9 тысяч, 10 тысяч, 8 тысяч. Но вот снайперская винтовка в защите здесь все-таки на базе B не дала за эти команды Апекс под точку B. Джейм от себя откидывает смог. На топ-меди досадный промах. Обычно Джейм такие щелкает, как Орехин. Но в этот раз Орех оказался слишком жестким. Пропрыгнул. И все. Ладно. За контролем лимидал команда Апекс. 1-3-1 играют по расстановке сил в атаке. По 1 лиркующей единице под каждой позицией. И весь контроль вокруг центрального коридора. Выстраивает команда Апекс. В надежде найти ошибку от команды Virtus.pro. Но ВП сами любители играть через центр, будучи в атаке. Поэтому они прекрасно знают, как подобного образа атаки контестить. Сейчас посмотрим, как у них это получится. Смог кладут игроки атаки на коннектор. Дабы чуть более глубже занять выход на мидл. Прочекать зигзаг и понять, что ВП отдают полностью центр. В надежде на то, чтобы игроки сами на атаки заходили и ошибались. Что и делает Деннис. Но отличный минус от Адрена. 4 в 5. Джейм контролит выход на ковры. Видит Грассен на коннекторе кикер. Есть от него минус. А Джейм еще фраг по Марселлиусу. В дефолте погибает кикер. Но размен должен быть от Джейма. В любом случае. Ну, либо от Адрена не столь важно. Труф остается последней. И кажется, Virtus.pro. Но нащупали слабое место команды Апекс. Ну, по крайней мере, второй раунд Криаду забирают. И это проблема для Апекс. Потому что с экономикой начинается неразбериха. Там только у Труса 5500 по деньгам. У остальных на закуп точно не хватит. Там, может быть... Ага, вот он берет один АК 47-й. Плюс второй армор. И оставляет себе 1800. Надежда на этого стрелка, что даст пару энтрей. И, возможно, от этого и пойдет игра в этом раунде у Апекс. Но еще ВП должны выходить на 10-й для себя. Должны забирать дальше раунды. Выстраивать свою экономику. Джейм на приемке с окна. Есть у него игрок на топ-мидле. Который пытается тут прочекать на прыжках. Но пока не удается Джейма развести. Плюс еще Сандра вышло 2 игрока. Подсадочка. Джейм. Нет, все-таки уходит. Там очень сильно горят, ребята. На бусте до конца. Они чекали по итогу Марселя. Сгорает Джейм. Прокинул флешку. Решил еще раз прочекать. Но уже сюда идти опасно. Потому что мидл атакующая команда заняли. Так, ну здесь мы с вами видим, что бомба перетягивается под респаун от команды Апекса. И выглядит все как сплит, коннектор и яма. Один девайс на всю команду. Плюс один армор от команды Апекса. Посмотрим, как они его попытаются реализовать. Позиционка Адрена позволяет. Найти минус по Акизу. И 3 в 4. Точнее 3 в 5 меньшинство у команды Апекса. Ну здесь тяжело. Тяжело хоть как-то будет зайти. Да, но здесь выход на размен. Абсолютно логичный мув от команды Апекса. А Денниса минус по бустеру. Труф. Еще один минус. Да ладно, не нужно с этим девайсом получится потащить. Но нет, все-таки убивает. Кикерт своего оппонента с АК-47. Деннис Эдман. Еще минус по Сандже. 23 секунды. Времени предостаточно. Но есть одно но. Отсутствие армора у Денниса. Может повлечь за собой неминуемые последствия. Если Кикерт попадет. Спрейм хотя бы из двух пулей. А сделает просто ему аймпанч. Так и есть. 13-10. Команда ВП начинает потихонечку возвращаться. 24-й раунд. Есть бай сейчас от Апекс. Очень важный раунд второй половины. И в принципе этой игры. Поскольку если ВП забирают его, можно выходить на 12-й с экономикой Апекс. Как вы видите, беда. Они закупаются в ноль. 5 АК-47. Хорошая раскидка. Да, не у всех у Марселеса. Там только лишь флешка. Но раскидка, которая есть на команду, хватает. Апекс для того, чтобы сейчас реализовать любую стратегию, которую они задумали на этот раунд под любой плент. Занимают пока 3 ковры под базой А. Со стороны команды Апекс. Здесь Кикерт. За тикетбоксом. На приемке. Джеймс сместился немного с окна, ближе к коннектору. И также будет холповать Кикерту. Если игроки будут выходить именно под базу А. Сюда выход и готовится. Там есть 2 игрока. Которые находятся на раскидке. Получает ХЕ-шку. Грасс проседает до 70. Денниса немного покоцали. Флешку накинули. И пошел выход. Нужно пытаться сейчас вот эту вот первую волну агрессии все-таки ликвидировать. Джеймс просел. 53 хп у него. И заход под А-базу. Кикерт. Кикерт. Ждет. Кикерт. Нет. К сожалению не перестреливает. Грасс оказался сильнее. Бомба стоит на ретейк. 4 в 5. Но это намеренная отдача плентабла от команды Virtus.pro. Посмотрим как они будут выбивать. Есть 3 смока. Молотов. 2 флешки. 2 комплекта Diffuse Kit. Ну вот молик бы за дефолк закинуть было бы неплохо. Но здесь Грасс вместе с Денисом работают отменно. Джейма могут еще не отпустить. Но вроде как. Нет. Не отпускают. И бустер последний остается. Денег у команды Virtus.pro. К сожалению не так-то и много. Но отличные минусы от бустера. Правда это экофраги. И это все заканчивает Аки. 14-10. И смотрим на деньги. 7-700. 2-3-4-400. Ну наверное все-таки форс выглядит крайне рациональным решением от команды Virtus.pro. Потому что задел от команды Apex велик. И наверное его сокращать не иначе как форсировать. Apex берут тайм-аут. Сейчас немножко поговорят. У них кстати говоря это первый тайм-аут. ВП воспользовались уже двумя. 14-10 разница в 4 раунда. Апекс. Я сказал экофраги. Все еще и еще неплохо. Сорян. Ну немножко первый матч на оверпассе нас так скажем это подизмотал. Два часа мы одну карту смотрели. Да сорян. Экзит фраги конечно же. Не эко. Простите Алексей что вас перебил. Да ничего страшного. Все хорошо. У нас тут пауза закончилась. И 25-й раунд стартует. АВП кстати говоря идут в некий вабанк. Они закупаются полностью. Тратят всю экономику. Появляется у нас АВИК. Появляется длинная МК плюс короткая. И ЦЗ вместе с фармганом. Ну и сейчас нужно забирать Адрен. Приемка для него была очень классная. Адрен забирает только одного. Это был Деннис. Плюс на размене. И Джейм сейчас тоже будет ловить выходящих. Но тут перетяжка идет. Вода решили все-таки не выходить. Но опорников с Б базы не сместили. Плюс у нас есть еще игрок, который отыгрывает в лобби. И все еще находится между плентами. Акис топ-миддл. Здесь еще и тиммейты подтягиваются. Вот тот самый бустер в лобби, про которого я говорил. Здесь у нас будет ран-буст для Марселиоса. Посмотрели. Занимают топ-миддл. И уже с топ-миддл будут отыгрывать. Да, но мид команда в ВП отдают. За исключением одного игрока. Это бустер, который контролит проход у нас в ладдер. И под окно. Ну вот так. Мне тоже какая-то текстурка надвисла. Да, по-моему, над бустером. Бустер находит минус 2, минус 3. Отлично. Соло закрыл весь миддл. И остается последний Грасс. И денег, кстати, у команды Апекс тоже нет. То есть у одного Грасса там 3,5 тысячи. У остальных по 1200. 100, 200 долларов и 2500 у Труфа. То есть пару кастомных пистолетов с паровой арморой будет, наверное, все-таки. Но не более того. Ну и в итоге. Раунд под номером 11 ВП должны забирать без проблем. Так оно и есть. Так оно и есть. 14, 11. Ну и следом должен быть 12. Ну и очень близкая игра у нас получается по ходу. Сейчас экономика Апекс беда. Главное вот не отдавать такие шальные баи с этими тэками. Потому что на ноге сейчас могут выбежать просто. Занять Б-базу и с этими тэками перестрелять. Тэки вернулись. Мета вернулась. И тэки могут наказывать. Там все залетает. На ходу бежишь, стака стреляешь. Все залетает просто. Санжи все так же на приемке под Б-базой. Трус готовит раскидку. Да, там смог упадет в окно на кухню. Ну и второй смог по идее должен упасть еще и на мэн. Через флешки должны выходить игроки атаки. Полетела флешка. На Джейма первый минус. Дропается у нас на позицию Б-планта. Игрок с никнейм Акес моментально погибает. Ну и Деннис Эдман последний. Выживший у своей команды. Дает все таки один минус. Неприятно конечно. Второй минус дает. Ну главное здесь семью хп ему раунд не отдать. А это может быть очень неприятно. Вот хаешка бы одна, если была у команды Virtus. Право можно было бы уже этот раунд закончить. А так вынуждены еще пока что выжидать. Молик. Молик и Молик сделал свое дело. Все таки забрали он Денниса. Ту самую звезду коллектива Апекс. Он выступает сейчас в роли Стендина. Для тех кто не в курсе. Это тот самый Деннис, который играл в NAP и Fnatic. Но вот сейчас играет пока за команду Апекс. Ну и пытается помочь ей победить. Ну по крайней мере выйти из группы на турнире Home Sweet Home. Третья неделя у нас в самом разгаре. Ну и сейчас очередной бай. Очередной бай для команды Апекс. ВП пока все не очень хорошо тоже с экономикой складывается. То есть стоит один раз оступиться и все. Придется что-то придумывать со своей экономической составляющей. Поэтому нужны уверенные раунды. Желательно еще большого количества игроков не терять. Дабы вернуться на 14-14. Стабилизировать свою экономическую составляющую. И уже особо о ней не думать до конца этой игры. Так, ну что, времени еще полно у команды Апекс на реализацию раунда. Но мы с вами видим, что все это дело нацелено на точку А. Готовится флешка под выход с ковров. И Марселиус уже готов. Вместе с Грассом выходить на размен. Ну, по сути, один кикер. Прям явная такая угроза на начальном тайминге при выходе на точку А для команды Апекс. Две флешки в ультед. Две флешки очень плохие на самом деле. Очень плохие флешки. Но они были больше нацелены на стейрс. Чтобы игрок со стейрс не мог убить игроков на выходящих с поласки. Ну и в итоге погибает у нас все-таки кикер. Деннис еще минус по Джейму. Неприятно. 3 в 4. Адрен видит на скамейке Акиза. Акиз погибает. 3 в 3 на установленном фомбе. Ох ты, не пошел спрей. Асян же все-таки добревает Марселиуса. 2 в 3. Есть смог и есть киты. И Деннис делает шведскую вертуху. Почему шведскую вертуху? Потому что, в принципе, шведы очень часто это делают. А на самом деле это я только что придумал. Ну да ладно. Ну да ладно. Есть минус от Санжи. Ох ты, есть разголова. Можно второго туда же. И третьего туда же. Деннис тащит раунд для своей команды. 1 в 3. Шведская вертуха. Здрасте. Как же он хорош. Квадро для него против команды Авес, когда они играли, сделал 2 эйса. Сейчас делает квадро. Но Деннис сегодня он фай. Как говорится, и он делает свое дело на все 100%. И приводит свою команду к 3 маппоинтам. Апекс берут тайм-аут. У ВП проблемы с деньгами, как я и говорил, что стоит один раз ступиться. И начнется все. Для ВП не очень хорошо. Вот сейчас уже для Джейма Скаут, для бустера Фамас, Диггл, ЦЗ. Еще один Диггл для Кикерта. Сложновато будет этот раунд каким-то образом в свою сторону склонить. Виртус Про. Но нужно стараться, нужно пытаться. Не такие баи брали. И возможно сейчас 13-м Виртус Про нас удивят. Я вам напоминаю про наших друзей из Parimatch, что в описании по трансляции находится огромный баннер, перейдя по которому вы можете получить 100% бонус к первому депозиту. И также не забывайте про приложение для iOS и Android, которое постоянно обновляется для того, чтобы вы были в курсе самых ярких киберспортивных, спортивных событий и самых сочных коэффициентов. Раунд под номером 28. Полетели. Целых три моп-поинта у команды Apex. Посмотрим, как они ими воспользуются. Здесь у команды ВП, к сожалению, по деньгам все очень плохо. Санжар. Половина патрона в молоко. Грасс находит минус по Джейму. Размена от Санжи есть. Он живет-живет пока что за плентом. Но Акис выходит просто на ноги и ставит ему голову. 4 в 3 большинство от команды Apex. Посмотрим, что придумает команда Virtus.com. Дефьюскиты отсутствуют. Есть Фамас. Фамас дает свой минус по Марселиузу. Но выход с кухни уже есть. От Кикерта он погибает. Погибает бустер. Доран Кастубаев последний. И это, кажется, дорогие друзья, 16-12. Команда Apex выигрывает свой пик. Не то, чтобы прям супер уверенно. Но действительно заставили они понервничать. И нас, и команду Virtus.pro. Всех. Всех. И также своих болельщиков. Ну, это было действительно непросто. Там, к сожалению, команда VPN на какой-то промежуток времени отдала огромный эстафету раундов. 9 подряд, если не ошибаюсь, ввели 7-4. Потом что-то там 13-7 было в пользу команды Apex. Комбэк практически состоялся. Но слишком далеко отпустили. И слишком поздно спохватилась. Команда Virtus.pro. Вот так.